Философия здоровья от японского врача Кацудзо Ниши в цитатах и мудрых советах на канале Мысли Мудрых. Нельзя ждать кого-то, кто придет и поможет вам. Только вы сами можете сделать себя здоровыми и счастливыми. Человек может все, что хочет и хочет все, что может. Многие не могут привести в порядок даже собственные мысли. Как же можно говорить о здоровье? Негативные мысли очень часто приводят к появлению камней в почках. У нас говорят «Камень на душе, камень в почке». Любите себя, говорите себе приятные слова, делайте себе маленькие подарки и не размышляйте о плохом. Горький чай – это сладкая жизнь. Сладкий чай – это горькая жизнь. Живите здесь и сейчас. Прошлое ушло. Оно не влияет сейчас на вас и ваши дела. Если, конечно, вы не застряли в нем и не пытаетесь перетащить прошлое в настоящее. Мы живы только в настоящем. Прошлое безвозвратно ушло, и мы не можем вернуться туда, как бы хорошо или плохо нам ни было. Принимай одинаково, спокойно, и успех, и поражение. Не слишком радуйся успеху, и тогда не будешь горько плакать от потери. Движение – это жизнь. Все движущееся, живо. Все застывшее, мертво. Здоровы вы или нет – это результат того, что вы делали в прошлом. Будете ли вы сильны или слабы в будущем – зависит только от того, во что вы верите, что думаете и как поступаете в настоящее. Пока мы живы, не может быть уныние, ибо жизнь всегда прекрасна. Без любви к себе человек не может достигнуть счастья. Если он противен сам себе, то как могут ему понравиться другие? Без любви к себе трудно достигнуть высот профессии. Если человек не любит себя, то он не любит все, что делает. Без любви к себе человек не может стать красивым и привлекательным. На его лице всегда будет написана озабоченность. Помните, что беспорядок – это враг вашего процветания в любой области. Мысли и чувства не предлагают вам решения ваших проблем. Они просто занимают впустую вашу голову. Напротив, чем больше скачут и суетятся мысли и чувства, тем дальше вы от истинного решения ваших проблем. Жалость к себе приводит нас в депрессивное состояние, от которого недалеко и до серьезного расстройства здоровья. Помните о том, что ни удачи, ни поражения, ни болезни, ни здоровье не возникают ниоткуда, не появляются сами по себе. Человек создан из того, что он делал и о чем он думал в прошлом. Из этого складывается наше настоящее. А сейчас в настоящем мы закладываем ростки нашего будущего. Все, что человек думает, во что он верит, что он делает сейчас, из всего этого сложится будущее. Вы не можете категорически утверждать, что не можете чего-либо добиться, если вы даже не попытались это сделать. Если намечаются неприятности, обдумайте, как их можно избежать. Если неприятности избежать нельзя, подумайте, как к ним лучше подготовиться, чтобы они нанесли наименьший урон. Состояние исцеления – это состояние внутренней тишины. Состояние внутренней тишины дает нам только медитация. Очень часто мы откладываем выполнение задуманного из-за того, что не имеем для этого достаточно средств, сил, времени. К сожалению, в большинстве таких случаев задуманное так и остается виртуальным. Для того, чтобы что-то было сделано, надо начать это делать. Жить осознанно – это главнейшее правило здорового человека. Болезни щитовидной железы являются следствием избытка молочных продуктов, сахара и сладких напитков. Надо отказаться от этих продуктов и постоянно включать в свой рацион водоросли, а также зеленые овощи, у которых есть твердые листья. Помните, полезно лишь то, что делается с удовольствием. Все остальное вредно. Выздоровление начинается с обнаружения нужного состояния, состояния исцеления, внутри себя. Жить прошлыми достижениями – это значит лишить себя процветания в настоящем. Только душевно здоровый человек, здоров и физически. Оптимистические мысли открывают ворота к дороге исполнения желаний, а негативные запирают перед нами эти ворота на замок и отпирают ворота неприятности. Все болезни возникают из-за недостатка или застоя энергии в организме и проходят при восстановлении ее нормального тока. Человек всегда имеет некий резерв жизненной энергии, используя который можно возродить себя к жизни. Главное – это желание, вера в себя, оптимизм и терпение. Давно известно, что люди, имеющие какое-либо увлечение или любимое занятие, реже болеют и дольше живут. Философия доктора Ниши доказала свою эффективность на примере его долгой активной жизни. Применяйте эти простые, но мощные методы для улучшения здоровья и самочувствия. До новых встреч на канале Мысли Мудрых.